Дорогие друзья, у нас в эфире черное зеркало Андрея Курпатова. Здесь мы говорим о будущем, который уже сейчас наступает, и сводки этих моевых действий Четвертой мировой войны мы имеем счастье наблюдать в новостях, которые доступны всем желающим. А мы пытаемся понять, что же за этими новостями стоит, и куда это все едет. Новость на сей раз такая. Вообще ничего не новость. Вообще все случилось еще в мае, когда Соединенные Штаты ввели санкции против компании китайской Huawei. Этому предшествовала большая, долгая битва, потому что мы увидели только, когда бульдоги были под ковром, это было непонятно. Когда бульдоги из-под ковра выскочили, вот, собственно говоря, и объявились санкции против компании Huawei. Huawei – это одна из крупнейших технологических компаний Китая. Мы ее знаем по телефонам, всяким разным и прочим гаджетам, но на самом деле это компания, которая инвестирует колоссальные деньги в технологические разработки. Более десяти процентов у них как бы прямо зарезервированы в бюджете компании на технологические разработки. Это не считая всех тех естественных разработок, которые идут в разных отделах компании. Вот, то есть это на круг может быть там до двадцати процентов. И эти технологические инвестиции направлены как бы в двух областях. Значит, одна связана с, ну, назовем это деликатно, какой-то наблюдательной деятельностью. Вот, и, собственно говоря, американцы, в общем, все эти несчастные Huawei и телефоны разбирали, перезабирали, значит, пытаясь найти жучки. Вот, требовали, значит, чтобы им эти жучки выдали. Вот. В китайских они стоят. Ну, то есть то, что в Китае с их, значит, системой вот этого тотального социального контроля, там не у правительства, там есть специальная такая история, которая собирает все это. Но, в общем, все спецорганы могут получить у них всю необходимую информацию про каждого человека. Вот. И Huawei, как, так сказать, владелец оборудования, технологий, вот, он туда все эти данные поставляет, но он сказал, что он ничего такого в Америку и больше никуда тоже в России нигде не поставлять не будет. Вот. Но, в общем, конечно, ему никто не поверил, поэтому там длительно занимались они поисками жучков. Жучков не нашли, Huawei-цы не сдались. Вот. И дальше, соответственно, можно было бы просто отменить. Вот. Но тут вошла новость, которая, собственно говоря, случилась весной, и это была последняя капля. Почему я говорю, что очень много средств потрачено в инновации? Потому что они объявили, что они решили вопрос технологии 5G. Значит, ну, вот на секунду, чтобы представить себе, что такое 5G, это практически в реальном времени, то есть это интернет, который происходит без ощущения, сколько-нибудь ощутимой временной задержкой. То есть, условно говоря, если мы ставим, если у нас есть машины на автопилоте, и с помощью 5G они начинают общаться с друг с другом в реальном времени. То есть, условно говоря, у вас все машины, если вот во всем городе все машины на автопилоте, на лидарах на этих, вот, и если они работают в системе 5G, то они друг с другом никогда не столкнутся, всех друг друга объедут, в общем, и так далее, и так далее. Просто они смогут друг другом общаться. Вот, вот что такое 5G с точки зрения, значит, вот возможностей, которые оно дает, они действительно мы просто пока не представляем. Вот, пока многие технологии не реализуются просто потому, что системы связи, как бы еще не такие хорошие. Вот, а тут они, значит, об этом объявили. При этом по расчетам они это сделали примерно на 2 года раньше, чем американские компании будут готовы представить эту технологию в рабочем виде. То есть, они обогоняли с этой супертехнологией. Ну, то есть, вот, 5G, они считаются, на самом деле, что это будет в 4 раза быстрее, чем самый быстрый сейчас интернет. Ну, несложно представить это. Ну, в общем, как-то это вот так. Вот. Ну, то есть, это существенный радикальный такой переход, вот, и американские компании были к этому не готовы. Вот. И поэтому они тут же врубают санкции, они просто полностью все запрещают, объясняют это, конечно, тем, что это китайские жучки, которые попадут к нам на наши, значит, демократические территории, поэтому мы их не пустим. Но в основе, конечно, это затормозить возможность использования технологии 5G, причем они очень, у них, оно блестящее, они без вышек, без ничего. Это аппарат, как в чемодан. Вы можете прийти, просто по крышам разложить на чердаках, вот. И за день можно весь, все покрыть этим 5G, просто никто даже поймет, ничего не поймет, что случилось. Вот. Да. И, соответственно, сейчас, ну, вот, основные новости, это то, что они продолжают, американцы, ограничивать, значит, ну, там, Google им не поставляется уже, как поисковик, да, не поставляется приложение, которое можно купить и так далее. Но, в общем, это, на самом деле, приводится только к тому, что у них их собственный рынок растет, и я вам должен сказать, что санкции ввели, значит, в мае, вот, 16 октября Huawei читалось о росте выручки в третьем квартале, то есть после санкций, на 26,7%. Вот. Значит, они параллельно разрабатывают свою собственную операционную систему, Harmony она получила название, значит, они полностью параллельно разрабатывают, по сути дела, если раньше они были, коллаборировались со всеми андроидами, с Google и так далее, то сейчас они просто полностью воспроизводят эту модель, и если здесь кого и жалко, то самих китайцев, потому что это уже, ну, у них и так же этот Firewall все держал, конечно, какой там Google, у них нет, ну, вот, ну, в общем, короче говоря, они получат абсолютно такую полную, абсолютно самостоятельную, закрытую систему, то есть они сейчас ограничивают интернет, они не могут ограничить Google, но если на всех устройствах, которые будут стоять, может быть, стоять только операционные системы, которые контролируются китайским правительством, то мы получаем, по сути дела, мы помогаем Китаю полностью внутри себя самого закрыться, и добавляя сюда социальный рейтинг, добавляя сюда противостояние с Западом, которое совершенно очевидно нарастает в таком политическом контексте, вот, учитывая амбиции Китая в своем регионе, а они, в общем, как бы сказать, их, в общем, совсем не скрывают, вот, значит, мы получаем реально там прямо боевую машину, ну, то есть она и так, китайцы все время производят ощущение, что машина боевая, вот, поезд стоит на запасном пути, вот, но чем, чем больше отсекаются любые способы технологического взаимодействия, вот, тем, конечно, вся эта система инкапсулируется, вот, понятно, что там никакой демократии нету, вот, социальный рейтинг, в принципе, начинает работать как социальный рейтинг, это способ контроля за гражданами с учетом всей, значит, их активности, которую они производят, включая просто нашехождение по улицам, потому что их там всех мониторят, они что там творят, вот, и, по сути дела, социальный рейтинг превращается в воспитательную процедуру, потому что все люди начинают понимать, вы представляете, вот вы ездите на машине, ездите на машине, и вы знаете, что камеры поставили, ну, и вы там, значит, как-то пытаетесь аккуратнее ездить, там, не парковаться, где не надо, там, это, казалось, ерунда, да, ну, там, штраф какой-нибудь там заплатите, там, не знаю, вот, а теперь представьте, что вы такая автомашина, за которой постоянно следит большой брат и смотрит, что вы делаете, ну, так, у них камеры стоят во всех углах, вот, и этот, и все сдается в базу, и штрафа не будет, просто, когда вы придете отдавать своего ребенка в школу, вам скажут, извините, ваш социальный рейтинг не дотягивает, чтобы мы взяли его в школу, когда вы придете в больницу, вам скажут, ой, извините, ваш, вы там на улице хулеванили, ну, вот, страховка, никакого медицинского покрытия вам не будет, ничего, вот, и, понимаете, это ужас, это не штраф заплатить, это, по сути дела, все способы, за кредитом вы придете, в банк частный, не государственный, вам скажут, очень хорошо, прекрасно, но у вас такой социальный рейтинг, что кредиты вам дать невозможно, это полностью определяет поведение людей, и вот их так начнут воспитывать с помощью этого социального рейтинга, никто, причем, не знает, и нигде не объявлено, какие требования есть социальному рейтингу, то есть нету нигде прописанной инструкции, веди себя вот так, как правило, дорожное движение, там, есть 60 километров, есть больше наказанных, а там нету, то есть ты постоянно живешь, думаешь, а то ли я сделал, на тот ли я сайт зашел, да, тому ли я человеку позвонил, значит, старушку я перевел через дорогу, это чем будет чревато, вот, и так далее, может, у нее самой низкий социальный рейтинг, а я тут ее через дорогу перевожу, черт знает, что может случиться с бабусей, вот, да, может, она какой-то агент разведки, вот, и эти все мысли, они будут индуцировать головы, вот, и тут еще мы полностью их закрываем еще в технологическом конструкции, потому что они, по сути дела, получат все свои операционные системы, свои, у них все есть, свои мессенджеры, свои социальные сети, там, и так далее, вот, и что там будет твориться, вот, это как мы сейчас в Северной Корее, мы вообще не понимаем, что происходит, то есть нету никакого способа узнать, вот, поразительно, но вот мы сейчас идем к конструкции, при котором вот эта политика Соединенных Штатов, она приведет к тому, что мы перестанем понимать, что у них там происходит, вот, и это чревато, потому что если вы не понимаете, что происходит у ваших, так сказать, партнеров по геополитическому безобразию, то, конечно, хорошего из этого мало, вот, так что война идет ни на жизнь, ни на смерть, дочка основателя и собственника компании Джен Фэй сидит в американской тюрьме и ожидает 30-летнего заключения, вот, то есть это все вообще не жутки, это все такая история, вот, да, поэтому Huawei в этом смысле просто очень показательный пример того, что на самом деле происходит в ожесточенной войне технологической между Китаем и Соединенными Штатами, вот, и такие агрессивные действия Соединенных Штатов подтверждают данные о том, что Китай сейчас в этой технологической войне за создание искусственного интеллекта, в частности, начинает выигрывать, но об этом мы расскажем в другой раз, в другом черном зеркале, с тем же Андреем Курпатовым, а вы, сейчас я скажу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и еще мне сказали, есть какой-то колокольчик, вот, поэтому тоже с колокольчиком можете что-нибудь, там, звоните в Ренду, в общем, короче, говорит, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова